Продолжение следует... Привет, друзья! Это «Практика с Бадюком». Вы смотрите телеканал «Точки отрыва» и мы находимся в Таиланде. Сегодня я посвящаю свою программу профессионалам, профессиональным бойцам ММА. Смотрите, узнаете много интересного. Мой соведущий, боец ММА из России, из Иркутска. Аслан Измайлов! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Извини, что я оторвал тебя от тренировки. Я много рассказываю про Таиланд, я много рассказываю, как здесь хорошо в программах. Но сегодня мы снимаем специальную программу. Мы снимаем программу для профессионалов. С какими сложностями ты столкнулся, когда приехал в Таиланд? Тренироваться есть сложности, есть много сложностей, конечно, но есть очень много плюсов. Очень много плюсов, и надо понимать, зачем ты сюда приехал. Давай мы по плюсам перечислим. Во-первых, что погода, правильно? Таиланд, во-первых, он для сборов отличный. Отличный. Да, если ты будешь лениться и спать, то твой тренировочный план здесь проходит 100%. Поэтому Таиланд – это очень хорошая база для подготовки спортсменов. Приехать в Таиланд на сборы, потратить энную сумму денег, я думаю, ты должен здесь набрать что-то новое. Ты приехал за этим, и ты должен уехать отсюда с таким настроением, что ты набрал, что у тебя сборы прошли не попросту. И ты много ездишь по кемпам, ты много ездишь, ты постоянно меняешь тренировок. Это оправдано? Да, это оправдано, это однозначно оправдано. Если ты будешь заниматься в одном зале, то же самое, что у тебя уровень будет стоять. Потому что в разных залах разные спортсмены. В каждом зале, я, например, тренируюсь в основном в одном зале, но я езжу в разные залы. Мне удобно в одном зале тренироваться, потому что… Он как базовый у тебя? Он как базовый у меня. Но это не значит, что я постоянно нахожусь там. Я просто делаю свою программу свою делать, допустим, на неделю. Вот сегодня давай, сегодня что ты делаешь? Давай расскажи. Вот сегодня у меня тайский бокс. Сегодня у меня день тайского бокса, потому что у меня по сегодняшнему дню идет программа работать. Ударка, да? У меня идет, я ценю, у меня программа бег, поэтому у меня до тренировки три километра, потом у меня уйдет ударка и потом завершающий опять бег. После тренировки я бегаю легким темпом, где-то километра два, но в общей сложности пять километров. Ты обязательно это делаешь, чтобы на угасание, чтобы успокоить организм, я правильно понимаю? Да, после тренировки ты бываешь усталый, потому что очень много бьешь. На тайском боксе здесь очень сильно высокий темп работы ног. И поэтому после того, как после тренировки тайского бокса, тут еле ползешь. Не то, что идешь, а еле ползешь. Я, честно говоря, валюсь и встать не могу. Да, очень тяжело, очень большая нагрузка на спину идет и вообще на организм, потому что бить ногой – это самая тяжелая часть нашего тела. Поднимать ногу – это самый большой плюс тайского, то, что чем больше работаешь ногами, тем больше у тебя лучше выносливать в бою и вообще. А ты это чувствуешь в своих боях? Давай вспомним, твоя первая подготовка здесь, в Таиланде, и потом бой, который после него прошел. Ты почувствовал разницу, как ты готовился дома и как ты готовился здесь? Да, однозначно, конечно, я почувствовал разницу, потому что, когда я готовился дома, когда тренируешься, я говорю, много факторов тебя отвлекают. Потому что друзья – то одно, то второе. Как-то ты отвлекаешься, и ты не улаживаешься на 100%. И когда ты уходишь в октагон или в ринг драться, то ты понимаешь, что что-то там я не доделал, что-то я там продолжил. То есть честен сам собой? Да, конечно, честен. И когда у тебя происходит первый размен ударов, и когда он начинает настигать тебя, ты думаешь, надо было доработать, надо было доработать. Ты начинаешь думать и бороться с самим собой. Конечно, борьба с спортивной жизнью, это человек, мне кажется, это борьба в первую очередь самим собой идет у нас. А потом уже, если ты поборол себя, свое «я», и потом ты уже начинаешь тренироваться, мне кажется, и приходить в спорт. Поэтому я когда тренируюсь и подготавливаюсь в Таиланде на сборах, ну, здесь другого не дано, потому что ты спишь, ты ешь, ты тренируешься. Я не открою большой секрет, братцы, если расскажу, как попал Аслан сюда, мы уже говорили, он смотрел телевизор, увидел мою программу, позвонил своему другу в туристическое агентство, и через 6 часов он уже был здесь. Вот такой вот решительный совершенно парень. Я очень верю в то, что карьера Аслана только начинается, она будет только идти на подъем. Смотрите нашу программу, вы еще узнаете очень много интересного. По питанию, что я могу посоветовать? В первую очередь, надо спрашивать у пацанов местных, которые постоянно приезжают. Если вы в первый раз сюда приехали, то надо спросить у бывалых. То есть не надо экспериментировать? Экспериментировать вообще не надо, потому что элементарно взять, у них очень сильно перчат они, очень острая еда вся. Поэтому тут надо сразу говорить, обычный человек может это просто не съесть. Поэтому надо спросить, где едят спортсмены, покажут, а потом уже дальше смотреть, где вкуснее, там и кушать. Что я посоветую, кушать в тех местах, где готовят сразу, а не покупать, где готово стоит. Потому что здесь очень жарко, здесь очень влажно, еда портится просто быстро, очень реально, моментально. Спортсменам, я скажу, в первую очередь, надо закупиться аптечкой перед тем, как поехать сюда. Что у тебя в аптечке? У меня в аптечке, ну, здесь, если ты именно в аптечке, у меня это уголь, терезгель для желудка, всякие, для инфекции у меня там всякие порошки. Я захожу в аптечку и говорю, я лечу в Таинланд, мне надо, потому что мне сразу говорят, вот это, вот это, вот это берем. Перед тем, как поехать сюда, сделайте обязательно страховку. Спортивную страховку. Спортивную страховку. Спортивную страховку, без страховки, если вы упадете, даже если у вас будет какое-то рассечение, или на тренировке даже, вас повезут зашивать, то вам зашьют, вас примут, вам зашьют рану, или если вы упадете, ну, всякое, ну, все. Ну, это бы его, да, да, потому что если вам зашьют, вам окажут первую помощь, но когда вам выставят счет, вас это не обрадует. Это не то, что не обрадует, мне кажется, ты начнешь звонить уже всем твоим близким и шуметь, и говорите, помогите. Жилье самое дешевое, это, которое входит в кровать, кондиционер, телевизор, где показывают тайские и иностранные каналы, холодильник и душ. Такое жилье стоит самое дешевое 8 тысяч бат. Это 16 тысяч рублей. Да, есть места, где-то еще заехать, например, я эти места знаю, там можно снять и за 6 тысяч бат, это 12 тысяч рублей. Туда не входит ни свет, не входит ни вода. Вода, конечно, месяц 100 бат, это 200 рублей выйдет. Свет может выйти по-разному. Может, вода стоит и 5 бат, может и 15 бат стоит. Надо сначала спрашивать, сколько стоит у вас электричество. А мотобайк сколько стоит в месяц? Вот, мотобайк, есть тоже разные мотобайки. Самый дешевый байк, он стоит 2,5 тысяч бат в месяц. Ну, у тебя хороший, вот мой сколько стоит? Мой стоит 6 тысяч бат. Ну, это такой, который выдерживает твой вес? Мой, это, да, он выдерживает мой. Не, я почему его беру, я брал двухколесные, у меня сейчас трехколесные, да? Я брал двухколесные, я на нем падал. Я падал, и вот шрамы, и по всему телу шрамы. Неприятно, раны заживает очень тяжело здесь. Ну, вот и все, братцы. Коротко, доступно, ясно. Огромное спасибо Аслану. Я надеюсь, что эту программу с удовольствием посмотрели не только начинающие бойцы-профессионалы, состоявшиеся бойцы-профессионалы. Ее с удовольствием посмотрели все те, кто уже приезжал в Таиланд. И те, кто собирается сюда приехать. Смотрите телеканал «Точка отрыва», отрывайте попу от дивана, тренируйтесь всегда и везде. С вами был Сергей Бадюк. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова